Все равно я так или иначе выступаю на разогреве у хейтлайнера в море. У него нельзя как-то тоже приблизиться к его поэтичности. Правда же? Так что читайте, это был первый звонок. Или там... Да, первый. Будем сейчас смотреть тему следующего. Но если это вызывает в вас улыбку, то разве это не волшебство? Правда? Мне кажется, ни у кого нет претензий к мыльным пузырям. Ни у кого это не может вызвать что-то серьезное, недопонимание. Удивительная штука, правда. Отпускаешь? И только благодаря тому, что они есть, можно увидеть, где ветер. И в жизни так часто бывает. Непонятно, когда дует этот ветер перемен. Но можно глянуть по событиям, которые вокруг происходят. как мыльные пузыри. Один за другим летят. Класс. Привет, и вам привет. Мужки разные все. Класс. Если камень на голову с неба упал, то значит, раньше был он подброшен. И именно так оказался он там. Ситуация с мыслями схожа. Ничего не случается из ничего. Все зависит от этой издержки. Мы вроде бы рядом с зеркалом, но отражается в нем все с задержкой. Реальность взаимозависима с нами. Она отражение мыслей. Мы забываем об этом местами. Но неотделимые мы с ней. И магия там, где верят в нее. А значит, здесь и сейчас. Когда ощущаете сердце полет, невозможно подделать экстаз. В этом полете становится магом самый скептичный отшейник. Не измеряется счастье в окладах. Снимите свой птичий ошейник. Падает все, что подкинуто ранее. И получает лишь тот, кто потратил. Нет ни границ, нет лимита, дедлайнов. На всех отражениях хватит. Правда же? Спасибо большое. А возле моря, знаете, какое-то происходит интересное что-то. Что-то удивительное. Как будто бы тумблеры на максимум выкручивают. И этот тихий голос внутри слышно. Даже не голос, да? Мы все говорим про какой-то внутренний голос, но там же не голос. Там же нет никаких слов. Там как будто бы тишина, которая просто дает импульс к движению. Во внешнем мире много разветвлений. То ты активен, то в зыбучих песках лень. То ясен разум, то боишься привидений, что тенью прошлого внушают наваждение. Внутри намного больше, чем снаружи. Сотри проекции ума. Будь безоружен. Открой свой третий глаз. Открой свой третий глаз. Вторые уши и слушай тишину, подсказку. Ну же. Про голос внутренний мы слышим с малых лет. Мол, только он нашепчет, где ответ. Но не слова внутри звучат ведь. Совсем нет. А сверх тончайших ощущений силуэт. Не ограничивая словом чувства те, ныряя в них, ты ближе к чистоте. К той изначальной теплой простоте. К своей неповторимой красоте. Пускай мир внешний изобилен полноценно. В нем нет кое-чего на сто процентов. Вокруг из голливудских фильмов, сцены, но нет твоей природы драгоценной. Порой бывает положение перегружено. Акцент на мелочах и сам поуже. Ты необъятен, когда плаваешь поглубже. Внутри намного больше, чем снаружи. Воум вверх. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова